нейронкой нейросеть нейросетевое я написал песню без нейронки так сегодня я хочу там цоя смешайте мне с пройдет же и щепотку туда нирваны в такое новое время живем где на электронной музыке наконец-то можно заработать типа ты генерируешь группы я и там они на тебя работают только эти группы не люди а это нейронка то я говорю зачем мы будем читать если есть нейронка нфт метавселенная нейросети сегодня у нас будет самый футуристичный выпуск будем фантазировать как все будет ближайшем будущем будем разбираться как все уже работают какие новые технологии появились что нам музыкантам с этим совсем делать что нас ждет сегодня у нас гостях пикси лорд это электронный музыкант совладелец лейбла теперь баллойд digital художник автор более тысячи нфт работ попробуем заглянуть ближайшее будущее попробуем проанализировать наше текущее настоящее разберемся в вещах которые вы наверняка слышали но может быть не было времени или было неудобно или некого спросить вот все эти вопросы за вас я задал после даже глупые но было интересно разобраться как все на самом деле работает погнали друзья выпуск про новой технологии вместе с пикси лорд да алексей да потихоньку начнем приветствую тебя спасибо что нашел время привет нам прийти на спасибо что позвали да давай немножко зрителей познакомим с тобой расскажи чем сейчас ты занимаешься что тебя такое много всего и nft и художник музыка всякое такое интересное я люблю сейчас себя называть как многие тоже так делают мультимедиа художник мы или мультимедиа артист по-английски то есть тот который делает и видео 3d музыка саунд ну все что угодно все что связано вот с цифровым контентом а лейбл сейчас не суперактивно я бы сказал но какой-то такой более фоновая для меня для нас ну то есть мы им занимаемся но как-то не знаю ищем дальше путь скорее скорее ищем до чтобы дальше потому что вот в такой в такой точке как он сейчас есть он немного но типа такой не не решает что дальше будет чем заниматься и что выпускать с какой периодичностью то есть эти все разговоры мы с ребятами обсуждаем с димой и сережей сабуровым и мы думаем что вообще дальше будет пока непонятно ну про лейбл можно на поговорить подробно лейбл да для зрителей гипер баллой да мы им занимаемся уже на лет 15 на я точно знаю с какого года вообще он появился 2004 потом и у дима гарин запустил потом мы с сергеем сабуровым присоединились и начали тоже выпускать музыку что-то пробовать кассеты винил выпускать вот а в двадцать первом году кстати мы выпустили nfc релиз музыкальный интересно я увлекся на все да и вот и сейчас вот мы ищем как бы дальнейшие пути экспериментов а почему именно через 15 лет возник такой вопрос куда двигаться что делать это как-то связано с ходом сервисов или это вообще с этим никак не связано но в том числе да это что мир как-то меняется люди по-другому слушать музыку там доверился все эти появились появилась и на в тип появилась крипта появилась и вот этот веб-3 как-то появляется и что дальше будет непонятно есть лейблы они не только теперь музыкой могут заниматься а в принципе много чем и вот там и просто ну как бы раньше выпускали музыку и и не думали о чем как-то там шла делали вечеринки вот прошло время мы сами как-то изменились возраст прибавился мне лично сейчас не хочется ночью в клубе вечеринить вот там серёга соборов до сих пор любит это дело ну то есть у нас такие есть как бы разночтение в этом плане в команде вот и поэтому мне больше интереснее допустим арт и новые технологии такие как нейронка nft крипта вот музыка до сих пор тоже конечно интересно но в музыке я лично вижу застой и поэтому я больше занимаюсь сейчас артом в том числе потому что для меня музыка немножко так ну застряла ну типа я изучил просто как ее делать и что с ней и что с ней делать и такой ну окей все а что дальше поэтому немножко типа скучно стало можно так сказать и новые технологии они как бы внимание привлекли и мы вот так вот так сказать но активно перестали прямо развиваться куда-то в новое место то есть в лейбле и в музыке в многих музыкантах я вижу сейчас какую-то стагнацию до что типа все остановились ну вот и выпускаешь треки альбома и что а чё нового то в этом ничего просто другие треки поэтому лично мне технологии следующие интересны допустим нейромузыка сейчас тоже про это про это поговорим для если что человек немного далекий от электронной музыки то есть мне больше понятнее ближе мейнстрим всякие там поп рэп рок и так далее интересно в целом состояние электронной музыки в россии то есть я так понимаю всегда была история что артисты электронные не то чтобы должны были но классно было выступать во первых где-то во вторых это один из немногих способов заработка так ли это или или там заблуждение ну как да конечно это один один из один международные это первый источник заработка электронного музыканта я считаю все эти годы был сейчас немножко все поменялось с появлением тик тока и рилсов люди могут зарабатывать онлайн на том что их трек завирусился да а трек это чаще всего даже не трек а там луп несколько секунд в рилс попал все и он начинает прикреплять и все на этом зарабатывать вот теперь электронный музыкант я не думаю что он вообще считается каким-то там аутсайдером или андеграундом каким-то деятелем нет ты утверился захочешь ты слышишь электронные биты часто прям они просто куда-то вставляется и они там в тему то есть потому что при помощи рилса расскажет какую-то историю мем прикол и там часто особенно вот эмби это много стало добавляться на грустно контент музыка но ее же кто-то пишет и потом у нее на спотифай прослушки увеличится и человек получает как бы за это деньги все он поработал он сделал он получил то есть ему не обязательно быть рэпером сейчас он может сейчас также на электронщине зарабатывать то есть из вертикальных видео тоже есть конверсии в дальнейшие какие-то прослушивания уже сказал что типа фоновой истории люди не что там миллионы могут быть прослушать а потом этот трек вирусится он становится мемом то есть вот допустим фонг если взять вот это была волна фонга все делали фонг и он весь на рилсах начал вставляться до рилсы и вот есть музыканты русские в том числе которые на этом фонке очень хорошо заработали потому что их рилсы залетели на несколько миллионов прослушек просмотров оттуда идут какие-то поступления не супер большие но человек находит трек находит музыканта и дальше уже переходит в спотифай в apple music или куда-то и там тоже они начинают слушать ну и соответственно все как на этих всех просмотрах прослушках музыкант может нормально заработать вообще не выходя из дома даже не выступая ему даже не надо вообще быть кем-то просто он сделал трек заработал вот потому что ну такое невозможно было именно потому что не было такой темы что ты вот можешь склепать видос добавить музычку быстренько а музыкант получит за это да раньше же как добавляли музыку и никто ничего ну все копирайта не было а сейчас все копирайта отслеживается там есть аудиослепки да даже если ты сам прикрепишь трек он обнаруживается но если в сторонний программ прикрепишь залишь видос в инсте он обнаруживается и соответственно там отчисления какие-то капает музыканту то есть сейчас мы вот в такое новое время живем где на электронной музыке наконец-то можно заработать наконец-то онлайн да ничего не делая раньше мы вынуждены были но не вынуждены в принципе это классно было в фестивале клубы все такое но это был основной доход для электронщиков интересно я думаю тогда у нас сегодняшний разговор будет про новые технологии про то что появляется как меняется музыкальная электронная музыка интересно алгоритмы всяких стримеров сервиса спортифай яндекс музыки как будто дают какую-то большую возможность для музыки которая иными способами возможно не была бы услышана и как будто наоборот супер классное время для электронного лейбла или это не так вот так и так а почему вот с музыкой решили уменьшить я посмотрел в яндекс музыки четыре сингла у вас было в этом году сейчас подснимаем это в начале мая получается где-то по синглу в месяц но как будто для лейбла не очень много но мы чаще альбомы выпускаем кстати а не сингла у нас очень много выпускалось на bandcamp и на спотифа и то есть не все пошло на яндекс на что часто все запуталось разделилась дистрибьютору которого мы работали он там не доставляет в россию значит нужно в россии с другим делать то есть ну такие уже организационные вот эти вопросы с как бы ну именно вот кто куда треки заливает да и как ты с ними на каких условиях работаешь и кто это вообще вот но и в целом мы всегда были альбомным лейбом и любим альбомы и выпускаем именно вот у нас есть набор артистов это постоянные это где-то человек 20 ну и разные остальные еще там плюс как минимум столько же да постоянно это да это вот эти люди которые выпускают каждый год у нас что-то эти ребята приносят вот у нас новый альбом давай сделаю вот и мы как бы по той же старой схеме выпускаем альбом вот но действительно мы немножко замедлились в том числе потому что вот такие собить события происходят в россии в мире и мы как-то вот так немного ой-ой-ой типа давай посмотрим чаще бы хочу дальше делать вот и дальше но будем смотреть что с музыкой будет происходить не знаю может просто том числе потому что нам лично интересны другие вещи да то есть как бы ну то есть я допустим занимаюсь дичто артом там ребята тоже что-то там изучать другое ну то есть ну просто время идет нам уже всем больше 40 хочется разные штуки пробовать вот я бы не сказал что типа делать лейбом двадцать четвертом году это самая крутая профит тема ну вот есть же новые технологии в том числе нейронка и крипта можно и заниматься ими может быть нас туда вынесет будем смотреть вот в данном контексте нейронка и крипта это как-то связано с музыкой или вообще другая тема но нейро музыка допустим да мы же можем сейчас генерить музыку вот недавно проводили эксперименты с моим другом и типа мы подумали а давай ну нагенерим разные музыки или кусков музыки из нее соберем треки то есть ну как бы если вы понимаете там и слушатели понимают как пишется трек очень часто мы пишем треки из заготовок из сэмплов каких-то лупах их переранжируем как-то режем ну особенно вот рэп хип-хоп он весь на сэмплерах написан это вся музыка естественно уже существовала с нуля никто не создает она вся на на сэмплах из винила допустим да вот а сейчас у нас есть возможность получить сэмплы не существующие вообще нигде из нейронки и они очень похожи ты там пишет не знаю луп не знаю пианино или там какой-то луп синтезаторный луп пишешь тебе генерится и луп через секунду через пять секунд не знаю и ты такого прикольно вот это мне нравится берешь отрезок также с ним работаешь своих программах эйблтон или там фрукти лупс и все и какая разница да что ты там заготовки покупаешь либо ты их сам генеришь это какой-то новый вид сэмплинга мне вот это очень нравится мне это интересно плюс еще есть голос который можно генерить то есть можно взять слепок рэпера любого или просто твой голос собственный его изучить нейронку на нем как бы прогнать и просто ты будешь генерить песни из своего голоса какие угодно с любым текстом вот но ты в любом случае это ты все делаешь правильно тебе как просто как конструктор подают материал а ты окей здесь я возьму отсюда здесь отсюда соберу и как арт-директор как продюсер генеришь музыку я думаю это скоро будет делаться массово как ты думаешь электронная музыка электронные музыканты всю эту историю переживут то есть не заменят как будто электронные музыканты по ощущениям в первую очередь от этого пострадают ну то есть музыка там где голос там где вокальные эмоции конечно тоже можно генерить заменять и так далее но как будто это будет следующим шагом не ну как это же просто инструмент ты же он сам себя не нажимает понимаешь не но есть он себя нажимается ему сейчас яндекс музыку нажимаешь и она прям сам себе нажимаешь все равно не на смысле play play только нажимаю да и сейчас такие появятся сервисы наверняка они же будешь понимать смотри вот ты же допустим мы все любим там музыку на живую музыку допустим в принципе все до сих пор любят ты идешь ты может быть когда-нибудь вы ходите там не знаю в концертный зал и там играют на скрипках оркестр все такое а зачем да ты же можешь сгенерить скрипки или там в ст использовать все равно ты ходишь послушать то что сделано человеком да и допустим какой-то известный персонаж он скажет я при помощи нейронки или он вообще не скажет просто напишет новый трек выпустит ты будешь слушать и скажешь класс мне нравится трек но допустим он тебе скажет потом слушай а я вот часть трека неройка нейронкость генерил а сверху спел или наоборот написал музыку а голос за меня спел нейросеть но я это все там настраивал я выдумал текст я говорил как петь я выбирал из 20 вариантов один то есть ну все равно ты как бы участвовал понимаешь какая разница да биты же тоже не ты же не пишешь каждый звук там кика он уже написан ты уже берешь все это вот паттерн бита ты же тоже не сам выдумываешь бит уже выдуман и там выдумали в америке да хип-хоп бит допустим и ты просто уже повторяешь и по сути здесь также ну нейронка это это как бы это программа которая обучается на том что создал человек и создает на основе этого то есть по сути это как бы наше продолжение а мы уже выбираем это просто упрощение да gps тоже нейронка там не знаю фотография которая улучшается после как ты нажал на айфоне она улучшается тоже нейронка фотошопе тоже ты можешь там когда рисуешь ты можешь автоматически выделить объект ты же не скажет не честно надо руками обрисовывать да какая разница это просто технология ты же выбираешь какой объект выделить как его вставить какой свет у него будет то есть вот эти вещи все равно ну мы пока будем влиять на это и мы сейчас влияем на это и поэтому это будет интересно что вот электронный музыкант он просто с новыми технологиями намного круче быстрее написал альбом а звучит он также круто почему нет не вот по этой ситуации я все понимаю то есть это условно ускоряет упрощает какие-то вещи тут те же да вот как сказал сэмпл одиниришь или мне недавно попался синт синт план 2 да уже там нейронка да где ты можешь любой звук да если интересно загуглите прикольная штука можно любой звучок закидываешь правда не очень сложный то есть это вокальный сэмпл закидываешь он пока ломается это сложно вот а если какой-то ваншот если какой-то одиночный звук он все там подстраивает и тебе кучу вариантов выдает и при этом это синт то есть ты можешь любые параметры регулировать любые то есть нет никакой проблемы в любой тональности в отличие от сэмплов вот такие штуки понятно это тоже кстати поговорим может быть есть какие-то интересные новые штуки которые я видел где ты можешь петь голосом все что хочешь ну допустим бит делаешь бит и он тут же прям тут же на ходу конвертит бит она виден там разве можно выбрать условно саунд этой гитары то есть мне показалось что это как будто больше игрушка пока что потому что там достаточно предустановленный набор звуков и все таки в современной музыке саунд как будто даже важнее чем мелодия или ритм а там в этом плане достаточно все скучно ну если технологии работы там можно я думаю навернуть уже любой звук да то есть моя но я видел это в рилсах как раз что какой-то парень пел голосом и у него в каком-то плагине вот так вот двигалась это бегунок где у него нота определялась который он поет по гитарному раскладу g а вот это все и тут же под прям как он пел тут же подставлялась электрогитара такая нормальная очень звучащая и он потом просто показывал вот результат смотрите там я просто спел некую мелодию про пропел проныл даже без слов и тут же все это стало гитарной партии ну прикольно же ну прикольно но сложно представить в реальной жизни ну да потом пользовались ну пока нет ну почему это как будто пока игрушку нет такого ну а чё какая разница если ты создашь классный хук вот прямо прямо вот запоминается ты же не будешь говорить а вот знаешь я это сделал на плагине тебе все они не если сделал сделал просто я не видел но не одного пока музыка конечно потому что все скептически да все же привыкли вот у меня там есть все работа чё это будет ну кто-то любит да изучать прикалываться это не значит что ты больше это пользоваться конечно мне проще написать бит самому как я обычно это делаю да вы был тони с плагинами со всеми делами чем там сидеть генерить и там что-то из нейронки подставлять это сложнее и другой результат но это интересно то есть это как чисто эксперимент самоличный мой она раз зашли в эту тему есть какие-то уже инструменты которые не просто слышал а которые прям пользуюсь что-то новое нейросетевое не знаю вот повседневной работе которого сколь его бы вот вселенный план да 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 разделение вокала разделение партий я сам лично пользу это какая-то до даже онлайн или типа того нет это какой-то онлайн инструмент я нашел там нужно платить за подписку но есть пробный то есть есть какой-то часть ты регистрируешься ты можешь несколько треков так разделить то есть мне надо было сделать ремикс и я прям отделил трек очень хорошо то есть просто весь голос убрал остался чистый трек и открыл вау это столько идей открывать ну типа я допустим люблю очень многие треки допустим тех же продажи каких-то взять чем chemical brothers у них много треков с голосом но там классный бит идет вот недавно я слушал дизел пауэр трек многие знают там читает голос рэп на весь трек из альбомов это взял и я думаю вот если теперь я могу отделить голос и у меня будет просто бит этого трека я могу допустим за диджеить его где-то люди будут ждать голоса его там нет или я могу что-то с ним сделать ремикс ну и так далее так далее то есть из дизел пауэр достанет достать партию какой-то ну а нет нет такого же и дальше с этим это супер классно но в данном случае как будто больше проблема с правами и она так я не буду это выпускать это просто для диджеев это для ну понятно да с правами конечно проблемы есть естественно но это прикольно это просто ты такой отделяешь как это магия просто да мне давно попался по моему до x pro как так называется это не онлайн то есть скачиваешь приложение и она раскладывает барабаны бас все отдельно сделать это очень неплохо да причем даже на электронных треках да она же нормально работает да да и там потом еще можно она как как автотюн ты видишь ноты каждого делаешь вокал и там даже если там условно интервалами ты видишь каждую дорожку ты можешь двигать и потом как-то изменить мелодию если хочется крутая скинешь я на сайте вот делал какой-то есть но тоже видимо сервис который это делает вот и реально мне нужно было сделать я не помню для чего брать голос а потом зачем мне нужно было сделать диктора я генерил тоже диктора это правда он как будто классно плохой ничего такой но я его не использовал он все-таки был черновой потом переозвучили мы вот но для проекта мне сказали типа ну давай вот здесь диктора поставим типа ну начитаем или там ты на что то я говорю зачем мы будем читать если есть нейронка давайте вот и клиент был такой типа ничего нормально так но потом как бы перечитали все равно потому что там но проще местами какие-то вот интонации да 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 глюки были их сложно было убрать да и уже как бы ну мы не мы же не можем нейрон попросить перечитать интонацию она скорее всего да то есть ну в этой вот конкретно софтине где я делал тоже онлайн какой-то сайт там нельзя ничего менять просто вот читаешь а кстати нет я все-таки врус вспомнил ведь каким-то сервисом название не вспомнил там реально были отдельные инструменты для интонации как ты можешь расставлять какие-то фишки то есть там да можно реально ну это очень да это очень быстро развивается перевод онлайн это все очень круто я считаю что это очень большая польза но просто ты мы будем смотреть youtube тот же да и автоматически выбирать язык или там вот мы подкаст сейчас делаем он будь я уверен что мы с тобой через пару лет откроем этот подкаст и он уже будет переведен на любые языки мы по-китайски будем говорить с собой на 100 процентов я тоже в этом уверен вот сейчас поставьте лайк если вы сейчас и из 2026 и кстати яндекс яндекс сейчас-то делает дело на русский да но там немножко кривенький мне вот их переводчик не нравится потому что он такой у него интонация очень сложно слушать но он перевод на если ты не понимаешь английский конечно тебе будет полезно да допустим пойти и вот так быстро перевести вот но есть переводчики намного круче которые прям вот просто заменяют не то что переводят как знаешь дочитает сверху а он твой голос твоим же интонации я вот недавно видел демо тоже в рилсах показывали ты просто можешь снять свое видео и ты будешь говорить на другом языке с твоей же да это видео пока есть напомним там маленькие кусочки на какие-то фу видео потому что нужно вычисление бы прожорливо да так что вот будем это все тыкать будем петь на любых языках опять же да у меня недавно было интересно такое наблюдение мы сейчас делаем аудиокнигу на сейчас книга выходит и мы вот сейчас в процессе создания аудио мне издательство присылает дикторов я говорю блин но а там не настолько все звучат идеально что звучит идеально как нейросети и ты уже сложно распознать то есть понятно что они изначально звучали идеально потом их основе сделали нейросети но из-за того что у них нет никаких нюансов то есть они просто вот они больше технические да там что-то зачитать типа идеально ты реально как нейросеть воспринимаешь типа слишком ну вот в этом и ценность я думаю что будет ценность в том что ты в совершенстве как ну да 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 вот несовершенстве вашей когда то есть как допустим не знаю винила музыка на виниле на кассетах как бы да ну сейчас звучит как будто да но есть ощущение что и несовершенство научиться как ну научиться а по факту смотри ты она научит да окей все подряд научится но ты будешь говорить смотрите я ну допустим через несколько лет когда будет все в нейронках и выходит музыкант говорит чуваки я написал альбом вообще без нейронок если он наконец-то вот эта ценность и все и тогда наоборот ну как бы это будет второе рождение такое знаешь вот это продавить ручной вот этой музыки ну да ну как бы он докажет там как то что он это сделать или лайв какой-то вот лайв выступление где-то больше видеть что он все это создает что группа играет реально что реально прыгает по сцене там с микрофоном певец вот это будет цениться да так же как сейчас ну лайв выступления там оркестровые просто нет такого опять же лайв выступления оркестровые это достаточно ну не узкая но да вы считаете узкая аудитория ценителей это мы так думаем факт как будто массовым слушателю в целом но надо посмотреть мне нравится там по барам в пьяном угаре ну все значит работает не нравится не работает какая массовым слушателю разница где ну а значит если не будет масса начнем быть масса не на смотри тоже вот картина у тебя висит она же она же нарисована вручную хотят может такое прекрасно сделать давно причем донеры сети можно фотошопе фотошопить и в 3d делать очень крутой арт даже донера стиль было генеративное генеративное искусство типа да там можно было генерить ну и просто плагины всякие могут создавать интересные красивые картины потом берешь распечатываешь и все но ты же хочешь как бы живу то человек нарисовал вот он сидел прям там кисточкой ну с картина это все-таки более заметно ну условно типа сложно проверить есть и да и все такое если бы это было распечатано мазки кстати тоже я видел да робот делает такая штука на рука манипулятора и к нейронке подключена и он просто все рисует то есть можно ну да то есть как проверить я не ну это уже естественно совести автора то есть ты к нему приходишь он там не знаю где-то на выставке игры да вот я картину рисовал ты скажешь а ты честно точно сам рисовал может там нейронка или также с треком да я написал песню без нейронки как проверить ну не знаю вот доверять просто наверно мне кажется всем будет срать его ощущение что это будет такая знаешь музыкантское задротство которое между собой может быть помиритесь кто меньше использовал кстати согласен в итоге просто победит результат вот эта песня нравится а там да мы тут знаете мы тут записывали реальные гитары ну окей молодцы другие просто изгенерили гитара да что-то такое будет мне кажется но мы просто забудем и не будем разбираться в этом просто будем потреблять то что нравится но мне вот например нравится если есть картина сгенеренная нейросеткой и она мне нравится вообще без проблем все мне нравится стены смущают я не скажу какой-то вообще не смущает если она красивая я лайк поставлю и посмотрю если могу повесить себе вот с музыкой в принципе также да если этот трек будет звучать ровно так же круто как там другой похожий какого-то там продюсера да без проблем его послушаю и кайфану а откуда я знаю может они уже все сгинет понимаешь а вот да ты служишь когда рандомно вот у меня есть плейлист ну как у всех наверное спотифай там apple music который тебе подсовывает сам советует я даже не знаю что играет я не смотрю название некогда там иду куда-то бегу качусь на самокате и играет какой-то вот недавно какой-то классный драмбейс играет я прям в овощ я даже не узнал что это и забыл принял а может быть это нейро был сгенеренный точно такой же сейчас уже можно почти делать но не со стороны слушателей это все понятно то есть условно что сделали как это сделали все равно главное работать тут все-таки нас да интересно со стороны авторов контента музыкантов чего тут ждать ну ну что если все начнет делать нейросеть вот и поскольку когда это помогает тебе но окей но следующий шаг и которого уже сейчас доступен в том числе в яндекс музыки есть музыка полностью на нейросети то есть там нет 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 участия да нет участия человека вообще нет вот и соответственно нет ли такого что постепенно музыканты станут не нужны и музыка становится понятно что какое-то количество вероятно все равно так как людям хочется ходить на мероприятия хочется видеть в живую там может быть они будут проверять типа я хочу читать там книги которые человек реально написал они не сгенерировали там я хочу слушать музыку которую мы реально спел он быть будет проверять там будет какая-то не знаю комиссия которая будет эти треки да это типа ноу эй ай как говорится но я кстати уверен что это будет во первых это уже в ютубе появляется то есть помечается будет такое такое хочешь типа да ну типа может быть она даже дороже будет стоить как редкое такое это реально создано ну как ручной труд как это есть это тиражированные да объекты но вазы какие-нибудь там где-нибудь лепят и они там красиво смотрят а есть чат который у вас будут слепил руками хендмейт короче вот хендмейт музыка будет все мы поняли это как история была какое-то время назад алсми 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 музыкальный такой продюсер не и он в в инсте делал такие видосы а что если там сделать совместный трек макса гаража там иди опить и условно и типа как генерил нейросетью и это настолько хорошо заходило что в какой-то момент там места в чарпа стали появляться чем высокие причем не один трек а сразу несколько потом правда начались скандалы то есть лейбы попытались удалить насколько я помню всю историю но он сказал что это не нейросеть что он поискали похожие голоса реальных музыкантов и соответственно там вроде как вообще не докопаться если это правда так но их не удалили они до сих пор будет доступен я слышал это нейроцой он пил разные песни которые он не пил никогда там допустим эти вот он пел из слова пацана песню паяла и нормально звучит такой тип да это свой я бы послушал как бы ничего такого но это естественно изгенерированность был свой да но я к тому что уже есть претендент что они на самом деле не в сетке не в сети мне кажется что скорее всего сама эта сетка но сам факт что людям в целом все равно если это похоже вот как сказал цой пофиг ну да это как сделано и интересно если в какой-то момент условно половина чарта будет вот такой музыки которая там с ней полностью генерированная а ты потому что и мы его сами будем генерить как ты сказал в диандексте уже ты будешь заходить и говорит так сегодня я хочу там сои смешайте мне с пройдет же и щепотку туда нирваны но я думаю если это так будет то это будет на таком потоке то есть условно у тебя стоит какая-то одна нейросеть которая придумывает эти запросы загружает миллионными миллиардами терабайт просто каждый день помимо меня еще там 100 тысяч таких же ну да это как развлечение такое вот за деньги подписочка такая хочешь для себя генерировать для себя прям таких треков нет но они созданы на основе там то что ты любишь допустим вот я люблю вот такую электронную музыку смешайте ее примерно что-то сделаете там я бы послушал а в чем проблема да такой такой был бы сервис типа не я пока интересного со стороны музыканта понятно со стороны музыканта да ничего страшного я думаю разберемся все равно это кто-то должен делать понимаешь кто-то должен вот этот вот миф о том что все люди перестанут быть нужны это фигня потому что кто-то должен управлять этими нейросетками их писать их направлять да не важно насколько это сложно какая разница если даже просто текст пишешь кнопку нажимаешь потом отслушиваешь выбираешь это уже задача кто это будет делать то не знаю человек который вводит такси нет он не знает он скажет это я не хочу мне не интересно несложно человек который там не знаю работа ресторане или заниматься бизнесом тоже скажет а зачем мне это вот это я и буду делать это ты в принципе кому еще кроме нас просто мы будем по-другому делать я думаю ты еще забыл ребят которые сидят в яндексе программисты ну они отчасти программисты да но они скажут слушайте мы все круто придумали давайте позовем какого-нибудь музыканта теперь он дай бог потому что он типа там все-таки шарит у него есть какое-то видение кураторское давайте он будет как куратор как арт-директор типа это все выбирать и говорить где лучше я думаю что он уже там есть у них это же не просто сидят эти кодеры программисты интересно ну раз может такой футуризм ушли так что такое знаешь без работы не останемся такой этическая даже не культурный вопрос сейчас условно если сейчас не нас поютом по барам в пьяном угаре там ну все подпоют поймут о чем речь хотя бы может но если у каждого будет своя нейромузыка то как будто перестану культура как таковая перестанет существовать то есть между нами между тобой мной или между многих богданом но особо общего ничего то есть у него своя музыка день рейн звериона у меня своя у каждого человека своя в общем месте мы же будем одну слушать так что может ты поставишь свою я скажу блин круто у тебя там это дай мне тоже и все вот она будет развиваться всех скажут а вот у него крутой получился берите а ты выложишь дальше это моё я поделился ну как типа смотри как фото да фаскультура это же какие-то общие элементы общие для большого количества людей нации то есть если мы там говорим про какой-то советские фильмы или мультфильм на которых мы выросли делаем какие-то отсылки но все понимают о чем речь и вот мы поэтому с тобой люди одной культуры то есть мы россияне словно и у нас там какое-то количество общих алиментов на любой стране мира понимаем друг друга можем там щутить на эти темы и щутить какие-то делать отсылки и так далее просто интересно как будто человечество никогда не сталкивается тем что у каждого будет своя культура или может не будет может мне тоже тоже будет не ну конечно своя будет и будет какая-то вообще какое-то поле где это все будет появляться ну те же там ютюб или стрим сервиса ты заходишь туда ты захотел узнать а что там где вообще в принципе да ты же захочешь ты будешь всегда хотеть узнать а где там что у кого а что там в мире вообще делается и ты будешь заходить на некий сервис такой же допустим сейчас как спотифай и там тебе будет что-то предлагаться не твоего а типа вот смотрите но если прям так пофантазировать по футуристичному допустим мы все будем как ты сказал генерить собственно какую-то музыку не то что прям сидеть генерить ну там до нажимать кнопку она генерится вот и тем самым мы как бы будем искать правильно это же такое типа как как первооткрыватели чего-то потому что ну ты нажмешь у тебя такое сгенерится у меня другое и мы будем как бы такие вести такой музыкальный поиск на в общем пространстве и потом мы сможем делиться типа смотрите я открыл условно говоря такую песню нашел сгенерил вот такую ну она как бы не моя просто она сгенерилась и мне она очень нравится и другие такие тоже да 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 и на лайк или и поставили и все она там в неких чартах сгенеренной фигни появляется типа вот она смотрите всем нравится а сгенерил ее там вот этот человек вот может быть такое что-то ну дай бог но как будто бы если нейросеть научиться понимать тебя где-то лучше чем ты сам как будто рекомендация тех нейросетей будет лучше чем рекомендации любого другого человека как каждый плюс минус индивидуальный но это можно предположить что если она настолько сильно прокачается что мне уже не не будет нравиться скорее то что мне генерится тебе будет нравиться что тебе генерится и вряд ли мне понравится чья-то еще ну тогда опять же такой футуризм но подаем на чем-то правильно ну да но все-таки она знает вот все мои там вкусовые нюансы сложно совпасть я не думаю что это прям такая проблема все равно останется человеческий фактор в этом то есть мы так говорим как будто прям мы будем бессильны да ну и что мы сделаем так захотим если мне надо будет я напишу свой трек если меня наскучиться это генеративная да фигня или нарисую свою картины думал что кому-то будет нужен такой смотри я же сейчас читаю книжки книжки ты же читаешь допустим книги которые написаны давно и они написаны человеком и они написаны на бумаге и распечатана тоже да а зачем казалось бы можно послушать но нет иногда хочется и почитать и в текстовом виде в этом плане пример как будто не совсем тут корректный а мы не говорим про то что мы такого еще не знали это мы сейчас как бы ну может сидим рассуждаем да да мы не знаем действительно как это будет потому что сложно сравнить да нет сравнение конечно все же все же генерал с человеком до этого ну кстати вот то что сейчас генерить нейросеть в принципе она же есть чего из человека исходит правильно потому что она обучается на нас она не может сгенерить что чтобы мы не создать не создали по сути это и есть тоже одна из проблем кстати потому что чтобы придумать что-то новое надо сделать по-другому как она еще не знает то есть нам надо без нейросетей научиться сделать что что еще не изобретено потому что нейросеть она ну как бы я считаю может я ошибаюсь не знаю технически она обучается на данных которые существовали до неё да и эти данные они же ограничены все вот они вот такие она не может новых данных взять если она динамическая то есть к ней надо новые данные поставлять допустим мы изобретем новый стиль музыки и нужно ее заново в ней она не будет узнать понимаешь о чем я говорю то есть наша задача я думаю что скорее быстрее изобретет а как синтез она же пока что она не знает вот это вот это вот это и она может смешать так и в таком количестве с такой скоростью как не про смешивание туда она может нас на стыке смешивания вместе да а тут огромное количество вариантов еще может быть которых мы еще не знаем ой жесть какая все ну будет как будет я думаю что адаптируемся да значит будем встраивать себя нейросеть да и все да с нейросетями мы срастемся обсудили хотел правильный в кистово поговорить не знаю насколько в 2024 актуальные инвестируют потихоньку она существует она потихоньку существует ну а нет такого что после какого-то пика хайпа все конечно конечно ну дело в том что инвести было на пике в двадцать первом году и еще продолжалось немножко на 22 даже потому что криптовалюты биткоин в основном и но остальные все за ним уже там идут да они идут растут под циклом растут и падают под циклом это уже как бы цикл выяснено и цикл совпал так что но вот пик цикла эйфории вот этой он был двадцать первом году в конце 21 года а инвести естественно они же привязаны к криптовалютам абсолютно точно и вот после того как криптовалюты и вся эта индустрия начала опять падать да и не только кстати ну тоже рынка и фондовые там падали после двадцать первого года то соответственно инвести тоже стала падать в цене люди стали меньше ими пользоваться меньше в них верить менее ну как бы терять деньги и ну как бы интерес весь сдулся не совсем но серьезно сдулся процентов так на 80 90 вот а потом где-то до двадцать третьего года это все как-то болталось ну сама индустрия чуть-чуть работала люди там общались были проводились инфти фестивали какие-то инфти симпозиум или как назвать я не знаю вот художники продавали картины периодически может быть не так часто но это было все равно я продавал тоже в эти года но вот когда криптовалюта опять пошла в рост это было вот где-то в конце двадцать третьего да и в начале двадцать четвертого биткоин уже с тех пор вырос раза в три и инфти опять опять начало вот это все вспоминаться оживаться пришли какие-то люди новые проекты там адитас опять какой-то инфти пилит трамп сделал инфтишки свои на биткоине ну то есть опять вот это вот какая-то вот возня пошла с хайпом но но потому что деньги опять пришли в крипту вот и соответственно люди опять вспомнили так есть инфти можно спекулировать можно создавать картину можно еще что-то делать какие-то игры пилить на инфти тоже можно сейчас это все вот развивается насколько я вижу вот но пока это тоже вот в каком-то таком вяло растущем режиме и тоже я думаю что у него будет следующий виток такой резкий опять резкий рост где ты опять будешь про это везде слышать инфти музыка опять появится который так и не случилось толком наконец-то может случиться там какой-нибудь спотифай скажет а вот мы теперь принимаем крипту инфти у нас все треки будут инфти вот знаешь такое заявление что будет все сразу опять модно сразу круто то есть вот так вот я кучу раз пытался посмотреть все эти видео про инфти я так и не понял что это такое я думаю что зрители большинство тоже не особо разобрались возможно ли это простым языком объяснить так чтобы вот условно ли я думаю можно да но это как цифровой объект в сети только у него есть документ об его уникальности его ли ну то есть вот так при нем уже и он прописан в блокчейне блокчейн это сеть распределенных вычислений да это как бы такой интернет следующего поколения где он нигде но в одном месте не хранится все она хранится у всех норме но вот как bitcoin вот и и все постоянно синхронизирует сверяются да что вот это вот эта цепь транзакций которая произошла на биткоине она подтверждается всеми участниками на планете таких много сейчас естественно вот и то есть допустим происходит какая транзакция ну транзакция в смысле передача цифрового объекта от меня к тебе и все участники сети огромная сеть миллион людей да они это автоматически подтверждают потихоньку все сервера и в итоге то есть идея в том что таким образом общая гарантия что условно этот объект да да и что я его тебе передал меня больше его нет понимаешь а внутри может быть что угодно файл трек картинка фильме не знаю вот и таким образом что он оригинальный и что он один понимаешь мы не мы не могли раньше этого доказать что не было вокруг этого блокчейна то есть ну файл скопировал такой же файл получил все а у него есть метка уже по сути это как цифровая метка такая обладение неким файл такой документ вот и на втичу я думаю до конца еще не поняты людьми и не изучены и ну как бы не непонятно как нормально их применять хотя уже есть классная идея допустим как документ оборот документы то есть ну в цифре надо же подтвердить что вот этот документ твой и это действительно вот можно все прописать блокчейн сон если будет там тупые вопросы хочу сам разобраться и вот да нормально конечно да насколько я понимаю биткоин и вообще криптовалюты это такой словно способ обмена средства обмена как хранение и обмена да да с nfc я так понимаю история не такая то есть это скорее ближе как предмет искусства да то есть это как я купил вот висит картина вот эти с какой-то там вдруг этот художник станет каким-то супер известным я вот могу там ну это продать передать и так далее это так но не совсем потому что это не обязательно искусство это как бы может быть просто ну как сказать объект интернет объект допустим в игре сейчас есть игры цифровые где там объекты какие-то покупаешь за передаешь допустим в игре у тебя есть какой-то не знаю скин автомат или одежда или там меч какой-то вот ну и кто играет поймут уникальный редкий крутой вот и он по сути не твой это просто какие-то данные на сервере компании которая создала игру она захочется на выключить сервер игру удалит и все а если бы он был на блокчейне биткойне в том же или в эфире то он там уже прописан и у тебя есть и ну как бы на кошельке он находится в виде кода в виде вот уникального объекта к нему привязана его там картинка ну или 3d меч и все ты можешь просто его в любом ты можешь с ним что-то сделать во-первых перепродать что-то сделать с ним куда-то перегнать с одного места другое если это будет поддерживаться допустим в играх ты его в другую игру можешь вставить сейчас этого нет потому что ты не владеешь даже игрой не владеешь что ты покупаешь игру в каком-нибудь appstore там или playstation это просто ты отдал деньги а игра у тебя появилась но она не твоя же правильно но она на сервере даже не твоем на не твоем то есть она просто находится на сервере какой-то компании ну если у тебя диск то это да более-менее вроде твоя и то диск может перестать работать вот но вот суть в том что будущее как бы цифровых объектов в том что они будут кому-то принадлежать и их можно будет перепродавать и отправлять друг друга сейчас мы этого не можем просто вот вот я купил альбом и у меня есть в виде файлов да ну если что я удалю альбом все у меня будет файл а вот ну я думаю что это это будет развиваться и будет понятнее позже ну вот как технически я уже более-менее понял да спасибо теперь интересно разобраться с точки зрения условно добавочной стоимости то есть откуда там деньги если там деньги то есть хайп то он был не за самой технологией а в целом из-за возможности вроде как там зарабатывать зарабатывать художником зарабатывать музыкантом диджитал диджитал артистом в общем либо для людей инвестировать покупать потом вроде как подавать дороже и хайп был связан с этим случае вот с нфти в чем в чем там добавочная стоимость ты покупаешь некий это примерно у тебя большое количество я видел там какие-то тысячи тысячи нфти до большого количества работ можно большое да создал некую некий объект и он уникальный я точно что уникальный почему люди покупают эту картинку в надежде что она потом выросли цене ну да скорее всего так в основном так потому что это конечно зависит от того кто создает если на примере музыки я бы так сказала мне кажется очень хороший пример это если представь что ты и но в тишине же токен еще то есть это как бы твоя акция ты как музыкант допустим я думаю сейчас это скоро все будет допустим ты выпускаешь альбом и видит токена ну можно просто послушать и еще можно его им владеть как токеном ни одной копии а там допустим ты сказал у меня будет там не знаю тысячи копий такой редкий но тысячи вроде немного да для мира для всего их тут же копит какие-то люди вот и каждый будет иметь одну или там может даже купить несколько копий этого альбома и остальные такие опа мы не успели купить все тысячи тогда нам надо я хочу тоже себе копии и он уже купит у того кто купил начинается спекуляция вот а почему цены почему он цены потому что выпустил какой-то ценный персонаж ну допустим я не знаю какой-то там музыкант известный популярный выпускает вот этот нфти и как бы у него ценность автоматически потому что он влияет на миллион подписчиков куча треков куча клипов он сам богатый известный там чел какой-то там не знаю они у вас да ты думаешь они у вас цены в тени купят да его просто оторвут сразу еще будут перепродавать за миллионы то есть тут суть именно в спекуляции ты же не можешь сейчас к невеста купить клип потому что это просто клип в ютюбе ты только можно нажать play или там сохранить его как файл но он не будет не стоит ничего а владение клипом они вас ты если он решит так сделать уже другое дело то что ты говоришь вот документ у меня есть и на вти она прописана блокчейне и этот клип является вот этим токеном вот еще есть идея социального токена давай вот сейчас немножко остановимся какие-то вопросы контраргументы по закидываю интересно на как это работает первый момент я продал тысячи копий вот у нас есть тысячи человек да ты помню по факту могут послушать этот альбом нет послушать все могут но они владеют ну это как это помнишь в у тэнк выпустили одну копию да там и слушать только он мог нет он захочет выложить это не значит что он захочет есть но все-таки глобально нет такого что все его слышат на всех площадках а он как мудак купи его за миллион там все весь прикол был в том что но только он только один послушать этот альбом смотри у тебя висит картина опять же она сегодня я на нее смотрю все бесплатно а ты на нее тоже смотришь но ты платно смотришь то что она твоя но мне пофиг я и так посмотрю понимаешь с треком тоже но это как блин это владеть как бы неким чем-то что имеет стоимость вот с картины немножко другая ситуация картина она висит на стене она имеет но она физическая она как-то украшает интерьер и возможно там не знаю если это особенно так я дожди я из фотою на iphone очень классно кстати фото это вырежу аккуратно распечатаю и также повешено стену бесплатно но ты скажешь чувак это у тебя фотка моей картины а у меня реально тело нарисовал и там также ты скажешь тот кто копит допустим этот одной из тысячи копида он скажет это я купил когда в шла продажа у него это и вот я у них купил реально за крипту и и все ему кому да действительно то есть это именно вот факт владения конечно всем он также ты приходишь в музей стоит картина там монолиза там квадрат малевича ну ты посмотрел все посмотрели все из фото ли бесплатно ну там за вход какой-то да а владеет им кто-то другой а какая разница ну я и так его посмотрю но он же все равно стоит денег оригинал это вот суть то что это оригинал ну а ты думаешь цифровые объекты могут приблизиться к стоимости и к ценности каких-то физических да конечно мы же все больше и больше в цифровой мир погружаемся живем там даже наши профили они сейчас очень ценным настолько там стали в цифре жить да что у тебя там есть свой профиль который тебе у кого-то миллионный аккаунт на инсте он стоит больше чем все его другое состояние потому что он ему еще и приносит деньги а представляешь этот аккаунт он принадлежит кому инсте никому не лично человек захотят закроют и забанят и все он ему не принадлежит то есть это же следующий этап то что я сказал социальный токен и соцсети построены на блокчейне когда ты не на социале просто все-таки это немножко другое потому что цифровой мир условно владение им это не что но это непосредственно практическую пользу приносит там не знаю словно ты можешь клиентов приносить может какие-то владение искусством тоже может ты можешь выставлять за деньги ты можешь статус типа вода он владеет малевичем крутой чел там выставку делает не знаю еще что-то но переправдать позже вот с физическими объектами действительно так работает вот nfc по-любому я уверен конечно сто процентов были выставки nfc но пока как будто это не является моя работа на тайм-скуэр выставлялась прям огромном экране где такие здания знаешь там в америке вот это нью-йорк там проходил фестиваль nfc и я подавал свою работу не взяли так что это все делается тоже на экранах просто это показано экранах чаще всего вот и таких вот выставок все больше и ну потому что мы мы digital все больше и больше мы в цифру тоже уходим и там тоже должно быть имущество правильно но как сейчас она никак не не документально не подтверждается вот истины в теле блокчейн просто сложно представить если таких выставок пока не штучные это интересно просто какое-то событие мало а дальше как будто это начинает похоже на есть такие мультимедиа музеи супер заунылая хрень нужно приходишь на какие-то проекторы что-то светит но расходить ну окей ладно и вот ощущение что это постепенно в такую же историю превратится что это не будет особо ценно то есть это ну экран руки сегодня одна фотка завтра она сегодня тут завтра на день в аргентине то есть никто не ввел специально какие-то самолеты там это не это но потому что все меняется да естественно так же как трек никто его не исполнял ты просто нажал play он сыграл тебя понимаешь то есть тут сами люди мы все вместе мы решаем насколько это будет важно для нас и цена вот мы так решили с тобой порассуждать на эту тему мы решим что цена так и будет он следующее поколение она же решит по-другому мы же не знаем это нам с тобой важно что картина на стене допустим да что это вроде как более цен а следующее поколение скажет нифига мне мой профиль там цене или там за какая-то побрякушка в онлайн игре мне цене там или не знаю какая-то скин редкий там или маска в инстаграме допустим ценнее чем что-то физическое то есть все больше цифровые объекты становятся ну чем-то нормальным это куда это вот объекты с цифрового мира вот при том что мы все видели что сейчас делает apple google вот эти все очки да где ты будешь сидеть у тебя все будет дополнительная реальность и естественно туда можно будет поместить эти объекты цифровые и вот тогда как раз и они более будет еще один контр-аргумент сколько у тебя и на вке вот ты успел сделать моих которые ну где-то то что и сказал до 1000 или полтора я точно не помню где-то так но я уже три года занимаюсь этим так что я достаточно много выпустил я выпускал серии большие коллекции допустим вот по 300 штук недавно выпускал на биткоине 300 штук серию пиксельного арта вот все там нормально продалось ну я думаю да наверно кстати наверно уже более двух тысяч не так это раньше тысячи было вот я к тому что за три года уже около двух тысяч до если этим заниматься всю жизнь это десятки тысяч до вероятно но возможно во многом ценность физических картин том что там условно да да винчи там не знаю 100 или там 200 ну кстати если бы вот 15 тысяч наверное каждое что что есть и художники которые очень много рисовали но они при этом столько же стоит не они дофига стоят я не помню кто это но там вспомнить кто короче какой-то известный художник есть тоже мы эту тему прям обсуждали с кем-то я помню точно так же да и там у него он рисовал в день несколько работ на там рисовал каждую неделю пачки работ еще тогда но когда был кисточки и краски и все они но не было ничего вот и все это работа они где-то по миру музеев разных коллекционеров и водить это не значит что он как бы после этого стала не востребованным все равно он как бы крут вот просто сейчас тем более сейчас другое время сейчас быстрый контент производится вот есть художник бипл сейчас ты его приводит в пример то что он самая крупная продажа nfc за все время двадцать первом году он продался за 69 миллионов долларов свои работы у него было продано лот 5000 работ он рисовал по одной работе в день ну в 3d него свой стиль такой 3d digital и он 5 тысяч работ это сколько там внутри только три года я тогда он рисовал и что-то типа того до nfc до это все он не был супер популярно такой что-то делал там более-менее известный был и каждый день рисовал у него такая серия every days и он кстати с тех пор продолжает до сих пор он каждый день рисует вот к тому моменту он создал 5000 работ и какой-то там коллекционер очень богатый вот купил эти все работы разом выставил как бы все вот и вот пожалуйста как бы история чем плохо каждый день мне очень нравится эта идея кстати каждый день он реагировал на мир то что он видел то что там него жизнь происходила он по этим темам рисовал работы каждый день без остановки и потом вот только через три года у него случилось то что он смог на этом заработать просто интересно будет ли это цена там через десять лет это точно будет потому что это исторически уже круто ну типа это первое а то что сейчас наверно умеется она будет конечно это первое да вот но еще ценности личности определяется понимаешь если он будет становиться круче и ну как-то про него будет все время говорить он будет как-то там уважаем ценен конечно все чтобы делать будет ценно это только личности поделять но может количество картин тоже сильно на это влияет но условно если личность большая это не знаю кани вест но вот есть не знаю бренд изи вот типа они дорого стоят но при этом их много то есть если у меня будет ездить ты не будешь блин как будто я какой-то супер штучные вещи это не штучные да она более массовая да но да то есть это не уже не так ценно если у него было не знаю 5 этих там кассовок конечно это супер ценно потому что их всего пять да конечно но тут вопрос только это масштаба просто масштаба можно так никто как делает очень много рисует тоже часто в инфте это директор арт каждый рисует ноги не парись о том я тоже не думаю о том что типа меня там надо раз в год выпускать или что-то я как мне хочется так и делаю не парюсь на этот счет интересно начало нашего разговора вообще не думали идея условно генерить кучу треков куб пачками загружать не просто есть знакомый как-то и на новый год был на бали мы снимали тоже видос там там общался с бемби с поиски ты не знаешь да конечно вот и он очень прям в теме вот в этой во всей он будет я за там за год написал там 20 альбомов приходишь а тоже генерил там что-то да 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 и это есть те которого там полностью практически полностью он просто чуть выбирал сами треки езди это сильно помогало но он какое-то свое участие привожу я тоже думал об этом прям недавно потому что мы сидели с моим другом рэпером хаски и генерили музыку прямо недавно ну потому что мы там что-то делаем экспериментируем хотим какие-то треки писать да и короче такие давай погенерим а что будет вообще ну как я тебе сказал вначале да что типа мы возьмем потом какой-то лупчик и из него сделан трек и когда мы начали генерить там даже ничего делать не надо оказалось типа в метал фонг супер классно звучит а такой вот тут топ-топ сервис для этой истории но гугл тоже крутое что-то делает гугл по моему еще не публичный он круто будет делать там уже примеры классные вот и мы на суно генерили и благ прям идея типа а что если просто ну ну создать разный групп и ну не группа там проекта смысле да вот проект метал фонг и альбом чик-чик сделал выложил там заработал люди слушают все довольны это круто или нет это прикольно но это не интересно получается вот чем дело что такой бизнес какой-то типа ну можно также шапки торговать там да продукты перевозить там приправить зачем это но хотя но это фан это фан да так вот прикольные треки получились ты их собрал это как знаешь как продюсер такой типа ты генеришь группы и там они на работают только эти группы не люди а это не ронка это сделал разные группы под разные цели вот эмбент альбом вот тебе фонг вот тебе хаос там техно все повыкладывал заработал да я думаю уже сейчас сидят люди так прям делать прямо сегодня завтра выложит ну можно да мне скучно я пока что-то другое буду делать вот и я бы еще хотел сам как я тебе вначале сказал все-таки сам там крутить что-то влиять там чтобы я знал зачем я это делаю какая там история ну вот а так это можно просто нагенерить как бы для ну типа да попробовать заработать на этом наверно можно забавно будет если какой-то еще станет популярным вполне может быть такого в эту сторону не планируете но идея в целом интересная я нет можно запланировать создать нейромузыканта такого сделать им личность название и управлять им типа это будешь не ты а кто-то почему нет ну что-то прикольно мне кажется тоже скорее всего тут такое делают вроде известных я видел эти инстаграм аккаунты тикток модели кто где-то сгенерированная не настоящий человек но все выглядит как будто такого же диджея надо сделать и все и прикольно будет на еще какое-то время не говорить что это да да так что я пока как будто все но не немножко заметно то есть сейчас но если он будет как на видео то да да а если он не будет появляться на видео то может просто какой-то диджей все будет гадать кто же такой ок раз мы пошли по всетим футуризму мета вселенные концерты мета вселенных тоже читал интервью коллеги твоего по по лейблу на имя это старая вот вот там про мета вселенные мета все эти истории как сейчас оцениваешь насколько это интересная тема тогда я так понимаю это интервью был в ковид ковид казалось все мир изменился такой тогда прикольно было кстати да да сейчас как будто чуть-чуть проветрилось все это дело конечно да это все такое это пока что непонятно кому это надо как-то использовать все таки мы вот я пришел к тебе не в мета же вселенная я хочу прийти к тебе или там кому-то посмотреть куда я приду какой человек будет сидеть как мы поговорим а в мета вселенной ну лично это может быть для следующих поколений и это должно быть настолько иммерсивно и круто да что я не пойму вообще что я типа ну как сказать что я в какой-то синтетической даме это все то что сейчас есть это смешно это просто прикол какой-то типа ты ходишь в квадратных мирах там смеешься ну мы с другом так в этих в очках этих как она окулос в этих в окулосах баловались ходили в каких-то мирах там общались квадратными такими персонажами ну забавно и чё ну да выставки были на мета вселенных и нафтишные в том числе но окей так пришли там немножко человек пришли послушали я диджея несколько раз играл в мета вселенных тоже мне назвали ну да приходили какие-то диджитал люди тоже собственно из сидя в компьютерах слушали мой свет ну и чё как будто бы это не зашло как будто бы не залетела вся эта тема пока что свернулась но это знаешь как собственно как с интернетом со сетями до вначале же был myspace если кто помнит то из тех времен то ну вроде как можно было писать выкладывать фото выкладывать треки и потом это все загнулось и непонятно вообще зачем тогда потом появились какие-то фейсбуки чаты а потом наконец-то стало понятно что это такое да ну типа вот подкасты youtube рилсы теперь это все более-менее окно ты знаешь зачем использовать как заработать как выбрать продвигать магазин допустим делать ли еще что-то а вот вначале тоже это было смешной фигней да ну myspace там эти сайты какие-то соцсети что зачем это вообще ну вначале мы вообще фотали еду в инсте да ну типа instagram это просто там сфотать что сегодня происходило все фотали еду там природу а теперь это вообще целый бизнес огромный все там встроено заточено поэтому мета вселенная думаю тоже такой стадии что сейчас мы можем просто говорить что это какая-то приколюха которая пока что неприменимо а потом может быть она вот как-то и сработает просто пока рано но как будто сейчас пока более то есть условно нейросети тоже вот реальность уже работы применим а мета вселенной как будто будущее еще непонятно все-таки есть сомнения что это вообще будет работать в таком виде хотя в котором сейчас да конечно выходом apple vision про как будто если все начнут ходить в этих очках по улице если они будут чуть меньше чуть аккуратнее и это станет нормальным не ну слушай вообще это нормальным достанет если не мета вселенная мета вселенная это же как бы это якобы некая альтернативная вселенная а мы говорим о том а зачем нам мы говорим что мы хотим просто приблизить нашу вселенную более смешанная да смешанная более удобная то есть я допустим хочу здесь сейчас третьего человека появить какого-то который не может приехать и мы с ним поговорим и он будет не отличим от того что он здесь практически ну пусть будет чуть-чуть там да чтобы совсем не офигеть как бы мы будем понимать что он появился здесь отделяющие такие и все увидели вот это крутая мета вселенная или ты приходишь на концерт да и тоже там и в концерте могут присутствовать у себя дома находясь но как бы ты как будто бы в концерте с разными другими людьми из других стран интересно же да это интересно но если это будет круто работать при только при этом условии а то что сейчас это все такое у кого-то даже с концертами звучит вроде прикольно но по ощущениям такая же проблема как с большим количеством инфтишек ну то есть ценность пропадает то есть когда ты приехал куда-то там в европу потратил бабки ты прям на самолете ты летел ждал с друзьями вы месяц готов концерт который без метавселенной ну то есть да будет такой такой а будет тот кто скажет да нам пофиг на ценность просто заходите все и такие люди пойдут ну типа представь люди смогут сделать самый крупный концерт в мире потому что все туда придут ну у кого когда в будущем появятся эти очки которых мы сейчас с тобой фантазируем да и они все находясь дома придут туда условно придут там не знаю самый огромный концерт той же там броди же какой-нибудь или кого-то там известного там kanye guests скажет все я собираю самый крупный концерт вся планета будет на нем через мета вселенной и все это будет вот такое событие почему нет конечно пойдешь в прикол мне gleich событи Vincent будет а первый раз первый раз каждый раз будет стран наена чем возможно такой конечно да 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 и ты потом будет ждать слушать а где есть эти реальности и ты такой хочу моих哪裡 концерт где нету этих всех метавселенных и будешь сказать такое уже вот то есть я думаю что найдутся Типа, те, кто хотят и так, и так, я думаю, на всех будет спрос. Ну, почему сразу говорят, ну, типа, мне просто непонятно, почему надо эти все метаселенные куда-то там спрятать, обсмеять, перестать на ними работать. Это просто несовершенная технология. Идея-то крутая, понятная. Идея-то давно придумана в фильме «Звездные войны» и там еще в любых других фантастических фильмах «Блэйдраннер», где ты просто там... Ну, где они в «Звездных войнах», у них там появляется здесь персонаж, и они там с ним общаются. Ну, там все-таки это не мета-вселенная. Ну, типа, да, но это же вот все туда. Просто способ видеосвязи продвинутый. А у нас, да, так вот, способ видеосвязи продвинутый, когда одеваешь очки, и тут появляется. Вот и все. Это одна из частей мета-вселенной. А дальше уже можно развивать. Ну, просто я для тех, кто говорит, а зачем нам это? Это странный хайп. Да нет, это не странный. Это просто, ну, вы не поняли пока для чего. Потом поймем. Мета-вселенная, помню, была в фильм Спилберга первому игроку. Приготовиться. Да, я книгу читал, кстати, такая. Да, вот там был в полном виде, и как будто пока вот ближе старается что-то здесь делать в том направлении. Да, наверное, так и будет. Что ты лежишь, ничего ты сам особо не делаешь. Не, он же там бегал, кстати. А, на месте. Да, да, у него эта штука такая, где он бегал. Да, да, точно, точно. Там тоже есть уже такие, я прям видел в обзоре. Ты привязан там в такую штуку, и, собственно, это имитирует твою пространство. Ну, это был вред, чисто диковская тема, и не веришь на это. Это чисто диковская, конечно, конечно. Только очки. Должно все быть просто. Ну, как, айфон же вот сработал, потому что это не какая-то там штука с проводами, просто устройство и все. Интересно. Еще в том же интервью было про искусственный интеллект, который вы делали, в итоге доделали, не доделали, как Эндар, я понимаю, с поиском какого-то контента. А, это Дима говорил, да, про поиск, короче, успешных музыкантов в будущем. Нет, это prediction market, есть такая тема, и вот есть такой искусственный интеллект, который работает над поиском в prediction market. Типа, да, какой там, допустим, музыкант станет популярным, ну, и, допустим, ему задаешь параметры, ну, там, разных музыкантов реальных, и он их изучает по разным параметрам. Дает тебе предсказания, и ты, допустим, окей, вот этот крутой, буду там, не знаю, выпускать его альбом, или просто там как-то вложусь в него, инвестирую. То есть это скорее для инвесторов, ну, и для владельцев. Это вообще крутая идея для владельцев лейблов, в принципе, да. Я не знаю, она сейчас развилась или нет, и мы как-то перестали про это говорить. Ну, мы хотели, чтобы там это изучалось, но пока оно никуда не пошло. Может быть, там, уперлось в какие-то технологические вопросы или что-то еще. Я думаю, что такое появится. Мы, кстати, в каком-то виде, не прямо в том, который ты сказал, но чем-то похожим пользуемся. Да? Да, есть инструмент, который... А, но он нейронный? Тикток, правда, он только работает с Тиктоком, и он, с одной стороны, это, наверное, чуть больше не про искусственный интеллект, а про анализ большого количества данных, и он показывает какие-то звуки, которые резко там, резко растут. И есть искусственный интеллект, который предсказывает дальнейший рост этого видео. Он не всегда прям супер работает, но иногда он... Да? То есть какой-то чуть-чуть... Чуть-чуть подскажет тебе. Да, чуть ближе, чем ты просто пальцем в небо тыкнуть, то еще чуть-чуть больше попадает. Но в целом, да, тоже интересный инструмент. Да, я думаю, что это... Появится и разовьется. Какой-то сервис, услуг. Я думаю, что крупные лейбы тоже похожими историями пользуются. Ну, это слишком очевидная идея. Особенно, когда у тебя есть достаточный денег, чтобы такую базу данных собрать. Да, да. Ну, да, мы хотели эту тему изучать, поэтому там упоминалось. Вот, и пытаться что-то там... Ну, в итоге как-то, я не знаю. А у вас какой-то у всех технический бэкграунд? Нет. Нет, не творческий у нас. Я всегда был художником с детства и музыкантом. Потом стал, кстати, позже. Вот, рисовал в детстве, ходил, занимался в мультипликационную школу для детей. То есть я рисовал мультфильмы по старой технологии. Это когда... По кадру анимации. То есть подвинул и нажал. Вот, я занимался в киностудии Поиск в Новосибирске. И прям вот реально мне было сколько лет? Десять, наверное, что-нибудь такое. И после этого я занимался компьютерной графикой. Оттуда же пошел изучать 3D, там, Photoshop, всю фигню. И потом уже я начал увлекаться музыкой, потому что тоже появились программы. Я их открыл. О, все, в принципе, да, интересно, понятно. Можно делать биты. И все. И после этого мы открыли лейбл. То есть на вот этой базе. И там, допустим, Сергей Собуров, он был всегда музыкантом, диджеем и радиоведущим. То есть он тоже из этой... Прям вот давно, всю свою жизнь он был на радио работал. Потом диджеил много. Очень хороший он. У него музыкальный вкус. Он очень мощный меломан. Он знает прям очень всю музыку. Не только электронную и популярную. Тоже хорошо очень понимает. Знает, как она работает, как устроена. Вот. И Дима Гарин тоже. Он всегда был музыкантом. Ну, как бы тоже увлекался. Писал у него свой проект. Acid Mafia был. Сейчас он вроде как забросил его. Не особо занимается. Вот. Ну, такие мы, да. То есть творческие. Но мы полу-технические, как сказать. Сейчас же все все равно технические. Ну, как? Вот мне стало интересно блокчейн NFT. Я занялся. По сути, это же техническая вещь. Я много чего понял, узнал. Чего я не знал, да? Или там в музыке, в синтах тоже я понял, как, допустим, работает звук. Как работает синтез. Это не творческая абсолютно вещь, правильно? Ну, синтезировать звук. Как волна превращается в классный звук. Почему это работает? Я сидел, изучал, крутил ручки. Это нормально. Ну, все равно крутить ручки, это одна история. А я слушал. Программировать синтезатор, допустим. Это, конечно, не на таком уровне, естественно. Но, в принципе, я хотя бы понял какую-то базу техническую, которую, в принципе, не обязательно знать. Ну, тому же, там, клавишнику ему вообще не надо ничего знать. Он и не будет. Если ему не интересно лично. Он просто возьмет пресетов себе, ему кто-то сделает или он сам поставит. Ему будет классно играть на всех, каких ему нужно пресетах, быстро переключать. Вот. Ну, и также художнику. Ему не надо понимать, как работает программа. Ну, вот детально, типа, почему именно так вычисляется? Не знаю. Просто он знает инструменты и работает. Вот. Ну, допустим, мне всегда новые технологии интересны. Почему я и начал пробовать вот это NFT все. Туда меня унесло. Потому что я понял, что это что-то прикольное такое. А до этого мы начали пробовать вот как раз онлайн-музыку, да. То есть, когда SoundCloud появился, я там зарегистрировался сразу прям. Вот первый месяц или год появления. Я очень быстро там начал со всеми дружить. Общаться, набирать фолловинг, выкладывать бесплатно треки. И понял, что вот оно, типа, так работает. Что будущее музыки – это соцсети. Ну, типа, будет очень сильно привязано. То есть, тогда даже не было еще, по-моему, Spotify никакого. Apple Music, не знаю, может, был. Но стриминга не было. Был вот SoundCloud этот. То есть, там именно выгружаешь сам и слушаешь там. Вот. И тоже монетизации не было. Монетизации никакой не было нигде. Ни на YouTube, ничего. Там, кстати, интересно, что вы тут и по этому пути не пошли стриминги. То есть, никто не стал прикручивать соцсети к музыке. Да, да. Соцсети любопытные. Не стал, да. В соцсети отдельно живут. То есть, никаких комментов к песням нет. Нет, да, да. А вот в SoundCloud прикольно было. И работало. Очень круто. Там миллион. А я даже помню, там можно было ставить конкретную метку в конкретном времени. И там было популярное треки, они просто все... Да, да, да. Ну, до сих пор это есть, но оно сейчас такое уже, да. Оно очень... Интересно, кстати, почему это не сделает? Как будто, понятно, технически это вот так вот сделать. Ну, они же как-то изучают рынок. Может, они поняли, что это не популярно. Типа, а зачем мы... Какой выхлопот? Да, да, какой будет... Да, да. Человек слушает, просто включил и послушал. Будет ли он там ковыряться? Не факт. Вот. Тем более, что у него уже есть соцсети, да. И он еще будет в одну заходить. Ну, хотя глубина прослушивания, мне кажется, бы увеличилась. Ну, то есть, ты так просто послушал трек. Нет, я так-то согласен. Я бы много чего добавил. Да, вообще геймификация очень важна, мне кажется, в потреблении контента, да. Допустим, она есть в Инстаграме, как раз в Рилсах, в ТикТоке она есть. Ну, согласись, ты же можешь там что-то сделать из этого. Ты можешь взять у другого видео звук и под него снять свое. Такое нельзя сделать, там, не знаю, в Spotify, в SoundCloud. Там можно только комменты ставить. Хотя тоже, ну, своя тема, да, другая. Вот. А, ну, допустим, геймификация в музыке, вот, как раз бы было бы интереснее. Ты больше бы проводил времени на этих... Короче, слушайте нас, эти владельцы платформ. Мы даем крутые советы. Да. Ну, допустим, тот же ВКонтакте, вот он более заточен под музыкальную соцсеть. Потому что ты прикрепляешь трек прямо к посту. Люди пишут ответы, другие... Типа, я кидаю, допустим, у меня вот здесь страничка, там, часто пощу по музыке что-нибудь. Типа, пришлите свои треки. Картинка, трек свой прикрепляю. Тут же его можно послушать, очень удобно. Чего нет нигде в другой соцсети. Нет, это вопрос. Это будет странно. Что в инсте нельзя трек прикрепить просто, который будет целиком. И вот. И тут же я, допустим, пишу обратный отзыв. Пожалуйста, пришлите какие-нибудь похожие треки. Ну, допустим, что-нибудь такое. И в комментах мне тоже прикрепляют. И я могу пройтись, послушать, ответить. Вот, и мы уже как бы взаимодействуем. Нигде этого особо нет. То есть, вот, ВК музыка, это очень прикольно. Я считаю, в этом плане. Ну, раньше там просто можно было загрузить любой трек. Сейчас, не знаю, по-моему, тоже, да, можно кстати. Если ты создал трек, ты можешь просто загрузить его в ВК. То есть, он не будет на площадках, он будет только в ВК. Как некий файл бесплатный. Да, вроде бы все еще можно. Можно, можно. Я недавно загружал. Просто надо было какой-то, типа, набросок загрузить, показать слушателям. Просто туда его закинул, и там же он и остался. Демка, так скажем. Вот. Ну, короче, да, ВК. На самом деле, кстати, ВК запускает NFT-платформу. Скоро. И там будут музыканты тоже. Мы тоже, не помню, делали какие-то аватарки, что можно. Да, они запустили аватарки где-то год назад. Они нормально... Это вот этот их символ такая, собачка какая-то, что ли. Вот они его в разных фишках, в разных одеждах его там надели. То есть, были аватарки, 10 тысяч аватарок. Они продались. Ну, вот. Вроде как сейчас даже они в профите. Если бы ты покупал на старте, сейчас бы все нормально у тебя было. Вот. Ну, типа, это же историческая тема такая, да, что ВКонтакте. Первая NFT-коллекция ВКонтакте. Ну, наверное, почему бы не иметь ее просто у себя на всякий случай, на будущее. Вот. А дальше они будут запускать именно платформу, где ты будешь за рубли NFT гонять туда-сюда. Или выкладывать. Вот. И они хотят... Тоже и музыка там будет. Насколько я знаю, я надеюсь, что-нибудь там сделаю. Так что вот, будем смотреть, следить. Если эта тема еще будет популярна. Я думаю, нормально. Сейчас еще целый год-два будет опять это все шуметь. Потому что сейчас на крипте пошла движуха опять. А ты сказал, что есть связь между криптой и NFT. Но из последующего рассказа про NFT я не понял, откуда эта связь взялась. Ну, потому что она на блокчейне NFT. А крипта на это и есть блокчейн. То есть она на тех же самых. Не, ну, если условно стала ценность больше у крипты, почему должна быть ценность больше? Тут же не вопрос технологии. А потому что она в крипте... Ну, ладно, не технологии. А потому что в криптовалюте продается NFT. А, ну, типа как... Что она стоила... Не в рублях или долларов. Что она стоила там и Bitcoin, и так быть. Допустим, она стоила один эфир, да. Да. А это было там год назад, и было там две тысячи, допустим. Полторы тысячи долларов за один эфир. А сейчас, допустим, она будет... Сейчас уже эфир три тысячи. Допустим, дальше он будет там пять, десять, сколько угодно. И, соответственно... Ну, а также это даже если это один эфир за картину, то в долларе он у тебя вырастет. Вот почему. Потому что, ну, принято продавать за крипту именно в NFT-шке. Ну, так устроена технология. Ну, либо там эфир. Но кое-что там есть, не только эфир. Солана сейчас еще есть такая криптовалюта, достаточно быстрая, дешевая. Вот, на биткоине сейчас NFT запустили. Это вот, кстати, самое крутое, что в последнее время произошло. Это NFT на биткоине. Ну, биткоин, ты же понимаешь, да, что это основная, самая базовая криптовалюта. У меня, кстати, есть NFT самая. Нет, ну ты не прав. Это первая изобретенная криптовалюта, это биткоин. Вот. Ей уже 15 лет. И ее создатель его, ну, как бы... Он создал ее и все, отпустил. Это как золото, цифровое золото. То есть у нее нету ни директора компании, никого. Просто это вот, как она сама по себе. Никто не владеет биткоином. А остальные меры, разве не так же? Не так же. И большинство, практически все созданы кем-то, и у них есть CEO. Там, допустим, Эфир. Это у них есть Виталик Бутерин и так далее. И у них есть команда, у них есть какие-то апдейты, какие-то планы. То есть это не децентрализованные криптовалюты. И USDT тоже нет. То есть в какой-то момент... USDT это прям компания, Тезер. Она так и называется, Тезер. Они печатают деньги, USDT, да, используя реальные доллары. То есть они закупают доллары в жизни, в реальности, да, в каком-то там виде, в банк переводят, допустим. И из них эквивалент создают USDT. То есть поэтому это как бы подкреплено настоящей ценностью. То есть поэтому цифровая валюта, она у них работает. Это компания Тезер, так называется. Поэтому USDT, USDT, Тезер. Ну, кстати, понятно, что это совсем уже далеко от музыки, но все равно интересно. Допустим, ситуация, какой-нибудь там американский регулятор, они любят такие штуки делать. Тезер, все, мы закрываем, нам не нравится. Все, USDT сразу в тыкву превращается. То есть у меня, допустим, есть тысяча USDT. Все. Нет, во-первых, это и есть американская компания, которая поддерживается регуляторами, во-первых. Во-вторых, биткоин уже поддержался в Америке, у них запустили его на фондовый рынок. Он уже сейчас там торгуется. Поэтому он и вырос так. То есть все, его уже официально, его одобрили практически. Я скорее к тому, что кажется, будто это вот там криптовалюта, что-то вот такое децентрализованное, но по факту одна компания, с ней что-то происходит, как с банком. И она все в тыкву превращается. Ну, поэтому биткоин. Вот поэтому биткоин главный. Никакой компании нет. Это просто общая такая... Это как бы общие. Люди договорились. Или, окей, там с регулятором понятно, но можно представить ситуацию. Уже, по-моему, были какие-то похожие истории. Оказывается, что они доллары уже давно не покупают, что это все фейк, и сразу схлопывается история. Были. И, кстати, про них как раз и говорили. Про них были такие слухи. Потом они подтверждали, их там проверяли на, типа, настоящесть их долларов. И вроде как все там договаривались. Но это может схлопнуться, конечно, в этом плане. Тут все может схлопнуться. Это все настолько новое, что мы пока не знаем, как это все будет работать. Ну, по рассказам, как будто наоборот, это не так уж новое. Ну, то есть это не что-то децентрализованное, которое вот не от кого-нибудь зависит во всем мире. Это только биткоин. То есть биткоин вот никак... Нет, а его нет создателя, нет владельца его. Просто один человек создал, и все начали его пользоваться. Вот обмениваться через эту сеть. Насколько помню, там так и неизвестно, да, кто его создал. А даже если было бы известно, неважно. Он уже все его закрыл сразу. И все, ты не сможешь. Там нет ничего. Ну, это просто вот как золото. Открыли, да. Вот материал золота. И все такие согласились. Золото ценно? Да. Сколько стоит? Столько, столько, столько. Все подтвердили. Оно же... Никто же его не производит. Хотя сейчас его найдут на Луне опять. И еще плюс в том, что он ограниченный. То есть его нельзя это делать. 21 миллион всегда будет. То есть вот эта система, этот контракт, смарт-контракт. Вернее, сама сеть биткоина построена на таком принципе, что его именно столько. У него там есть правила определенные, как он работает. Как он каждые 4 года у него происходит так называемый халвинг. Это когда его меньше в 2 раза начинают выпускать. Ну, его же выпускают, его майнят. Я иногда, кстати, смотрел крутое интервью, чтобы добить эту тему. И там объяснили, типа, почему биткоин стоит столько и почему он ценный. Потому что, чтобы его добыть, затратится именно столько энергии. То есть, чтобы добыть один биткоин, тебе нужно потратить денег, практически столько, сколько он стоит. Ну, купить фирму. Электроэнергия. Ну, то есть его очень дорого добывать стало сейчас. И поэтому цена его... Ну, я так понимаю, во многих странах это уже нецелесообразно. То есть, надо какой-то доступ, какой-то дешевый, халявный, плательный. Ну, это только страны в итоге будут добывать, я думаю. Потому что мы с тобой начнем добывать, у нас не будет профита с этого. Потому что дороже добыть, чем его стоимость. Если вот в таком масштабе. А если в огромном масштабе, там какие-то компании, как Google, допустим. У них же сервера, у них же все есть. Они могут и, может быть, уже добывают его. Почему он и не чип, потому что его добывают. То есть, человек создал, и его начали добывать. Вначале его добывать было ничего не стоит. Просто вот так вот сделали. В 2009 году ты мог добыть несколько биткоинов спокойно, просто на своем ноутбуке. И сейчас сам знаешь, сколько они стоят. Ну, и просто, ну, сама суть, что добыча усложняется. В принципе, это по аналогии с ценными металлами. Ну, они кончаются, и добыча усложняется. Потому что их сложнее найти, и они дорожные. Ну, все, вот система. Почему эта система и будет работать в будущем. Да. Вот. И поэтому, ну, все эти цифровые активы, они именно вот в крипте. И если ты что-то купил в крипте, и оно, в принципе, там, ну, его создатель особо никуда не делся, да, и такое еще что-то делает, создает, или даже развивается, становится более знаменитым и крутым, то получается, что ценность его у тебя вырастет даже автоматически. Потому что в крипте она повысится. Ну, примерно так, да. Но это не гарантия. Не является инвестиционной рекомендацией. Да, у нас нет рекомендаций, да. Покупайте все эти NFT или крипты очень-очень аккуратно, если вам, ну, если вы понимаете, только когда вы понимаете, что вы делаете. Просто так с этим баловаться, это уже... Ну, да. Очень много проектов NFT, которые, собственно, упали в ноль практически 90%. Я в том числе слышал какую-то NFT, по-моему, надеюсь, не путаю, первый твит в NFT. Да. Чувак купил за какое-то там... Нет, ну, он купил, это до сих пор ценная вещь. Просто он его теперь не продаст, потому что никто не хочет его. Нет, так он сейчас, его стоимость типа 500 долларов. Он купил за миллион, потому что никто... Нет, это все пресса гонит. Смотри, я тебе объясню. Вот он его купил, он им сейчас владеет. Он его даже не выставлял на продажу. Но там лежит оффер, предложение написано было. Просто кто-то повесил оффер, я могу пойти повесить тысячу туда. Это просто как бы предложение купить у него тот твит. Это не значит, что это сейчас его цена. Его цена никакая. Ну, в общем, история такая же, как с компанией. То есть пока ты ее по факту не будешь... Да, продажи-то нет. Это просто оффер. А из этого сделали новость, якобы он... Ну, он просто купил и купил. У него теперь есть первый твит. А может, через много лет он станет. Но сцены мы не знаем. Понимаешь? Так же, как картины эти, которые были созданы, не знаю, 100-200 лет назад. Тогда же они не были так сцены, как сейчас. Просто они, скорее всего, копейки стоили. Или вообще их дарили там. То есть, ну, художник вообще жил там бедно и не знал, станет ли он великим. У него без разницы было. Он нарисовал то, что хотел, и все. Правильно? Ну, по-разному было. Ну, не, были, конечно, с амбициями. Да Винчи, он всегда был известным людям. Уже тогда был крутым. Возможно, конечно, он... Ну, да, они оформляли там и церкви, и по заказу. Он точно был востребованным чуваком. Да-да-да. Ну, а стал еще более великим востребованным. Через годы. Так что первый твит, в принципе, наверное, первый твит вообще, да? Или там, что первое... Вот что первое тебя бы, как сказать, владение первым, чем ты бы... Ты бы счел таким, вау, это у меня это? Вот что? Ну, не знаю, что первое вообще. Первый трек выпущен. Вот я подумал, да, тоже про трек. Да, если по музыке. Первый там цифровой трек, загруженный... Первое видение на YouTube. Ты считаешь, ценно это? Первое загруженное видение. Недавно, кстати, оно продалось в крипту. Ну, я допускаю, что будет достаточное количество людей, которые готовы... Просто по историческим. Но, единственное, во всем этом важно, что он первый. То есть, он сегодня второй уже всем срать на вторую. Конечно. На первый нет. Поэтому тот человек, скорее всего, купил этот твит. Да. Он так подумал. Вот. А ну, просто там, слушай, люди миллиардеры. Им это фигня. Ну, купил и купил за несколько миллионов. Ну, просто, как сказать, пофлексил. Вот. Ну, вообще, там есть коллекции, допустим, тех же Bored Apes. Наверное, кто знает про NFT, слышал про них? Такие обезьяны. Ты, наверное, тоже видел? Я тоже слышал, да. Они очень сильно упали там. Конечно, что-то у них совсем не так пошло в компании. Вот. Они были первой самой известной коллекцией. Очень дорогое. То есть, в какой-то момент они вырастали до 100 тысяч долларов за одну обезьяну. За одну картинку. И люди писали, о, круто. Ну, там, Джастин Бибер покупал за миллион, по-моему. А потом, в какой-то момент, все это стало сдуваться. И, конечно, там потихоньку цена падала. Они продавали, продавали. Люди выходили из проекта. Сейчас они стоят тысяч двадцать, наверное. Вот. Десять или двадцать тысяч за одну. То есть, они очень сильно упали. Но это не значит, что они так же обратно не растут. Мы не знаем. Так же, как с биткоином. Он падал очень сильно иногда. В некоторые годы. Потом дико рос опять. Вот. Но мы не знаем. Это спекуляции. Картинки, которые созданы когда-то в двадцать первом году. Первые NFT-шки. Наверное, могут иметь ценность в будущем. Но какую? Тоже вопрос. Готовы ли люди рисковать, чтобы их купить сейчас? И типа, как инвестиция? Я нет. Я вот нет. Это, кстати, тоже хорошая тема. Интересный вопрос. Тем более, за 10 тысяч баксов я не хочу. Возможно, он вырастет. Да, возможно, даже в два раза. Скорее даже всего. Что сейчас вот купи ты ее, да. Ну, два раза оно даст тебе, да. Заработаешь там. Купишь за 10, заработаешь, допустим. Продаешь за 20. Ну, окей, 10 тысяч ты заработаешь. Ну, зачем? Это что-то... А вдруг нет? Это риск. То есть, вот здесь я не рискую лично. А ты сам вкладывался в какие-то NFT? Покупал много чего, конечно. У меня даже профит был. С многих я очень хорошо заработал. А с других у меня очень сильно упало. А в среднем, в итоге, в плюсе, в минусе? Если общие... Общие? Ну, да. Я думаю, конечно, в плюсе, да. Я же еще сам продавал. У меня больше, скорее, продажи собственных. Да, моих NFT-шек. Вот. Ну, и другие я тоже покупал. Особенно на самом таком хайпе я прям закупался. Некоторые... Я бы сейчас, конечно, так не сделал. Да, некоторые вещи, которые я покупал, я бы сказал... Так, Леха, что ты делаешь? Это дорого. Вот. Но некоторые... Вот у меня был случай. Мне подарили одну NFT-шку. Один художник. Пабло его зовут. Просто мне прислал на кошелек, потому что я там с ним общался. Я у него там что-то тоже покупал. Он мне прислал одну. И потом я как-то раз увидел на нее оффер, ну, приложение. Пять эфиров. Это тогда было пять. Ну, где-то на три умножить. Ну, 15 штук. Я, естественно, его принял сразу. То есть вот такая история. А потом была история, где я купил NFT-шку за... Ну, там сейчас друзья, наверное, которые смотрят, знают. Совместно тоже покупали с ребятами за два эфира. Это было где-то 6 тысяч долларов. И она упала в ноль. То есть как бы... Зачем это было делать? Но она могла вырасти. Это такое казино, понимаешь? И сейчас это казино тоже есть. И люди любят казино. Люди любят такие вещи. Когда такие истории. Вау, что-то купил за копейки. И потом она выросла. Это до сих пор есть и будет. А, кстати, интересно. С точки зрения продажи. Вот ты нарисовал. Покупали люди, которые знали тебя как музыканта. Изначально, да, скорее всего. Они видели, что он человек более-менее известный. У него там альбомы, фолловинг, все есть. Типа вот он пошел в NFT. Давай возьмем. И они сделали, кстати, прибыль на мне. Я все это видел. Все делали. То есть я продавал не супердорого. А потом оно выросло. Где-то через полгодика. В 21-м году у меня был момент, где я коллекцию одну запустил. Джеймпанков. Я продавал их вообще там по 50-100 долларов. Каждую картинку. А потом в какой-то момент начали их уже у них покупать. И потом там цены вообще отлично выросли. Прям раз в 10. Я такой, ну, круто. Друзья покупали. И потом просто писали. Блин, Лех, что за прикол? У нас тут типа выросли твои картинки. Я говорю, продавайте их быстрее. Интересно. Давай напоследок к музыке вернемся. Интересно. Я перед интервью слушал треки. Очень экспериментально слышно, с одной стороны, скилл, что ты круто владеешь. Спасибо. Но очень экспериментально. Ну, смотри, какие тоже. Разные же. Вот я, смотри, слушал топ в Яндекс.Музыке. Там некоторые просто реально лет 10 уже, скорее всего, поэтому они там в топе, потому что за много лет. Может быть, вопрос глупый, но интересно, почему вот настолько экспериментально, никогда не думал делать. Или ты просто сам слушаешь такую историю, и тебе кажется... Да, в основном скорее такую, да. Ну, понимаешь, то, что сейчас ты говоришь экспериментально, многие из них сейчас, на самом деле, это обычная музыка. Часть из них, это точно, если сесть, посравнивать, да. Причем там еще и кто-нибудь поет. То есть многие из этих... Эта музыка, она постепенно перемутировала в поп-музыку. Просто, ну, типа вот то, что, допустим, сейчас заходишь в какой-нибудь чарт, там, то, что тот же Kanye West опять, какой-нибудь рэпер, не знаю, какой-нибудь поп-группы, которая там под электронику поет, русская даже там сейчас есть такие, да. Они звучат как то, что я и мои друзья там 10 лет назад слушали и делали, и считался это андеграундом. А они сейчас так звучат, прям вот так, как тогда. И, типа, это просто оно мейнстремизировалось. Ну, типа, они адаптировались слегка, может быть, что-то почистили там. Вот, тот же хаос, ло-фай хаос, который там сейчас спокойно... Или там тот же рэйв, как-то, не знаю, какой-нибудь вичхаус какой-нибудь, где людей собираются тысячи, там, на них уже поют песни вокруг этого. Тот же фонг. Ты вот считаешь, что фонг это экспериментальный музык? Ну, нет, все тоже. А она была экспериментальной 10 лет назад. В Ютьюбе там несколько человек слушали, гоняли этот фонг. Мемфис, вот этот американский, он был на этом всем построен. И это была андеграунд, кучка таких людей, которые там, лейблов тоже, которые вроде как там, ну, любили вот такой грязный звук, там, коу-белл. Джук еще был тоже экспериментальным, считался раньше. Такие, как Диджей Рошад, допустим. А сейчас это просто вот оно теперь все в музыке, в обычной. Или там ты где-нибудь рекламу смотришь, и хоп, там такой музон электронный. Вроде как андеграундный, но он в рекламе популярный. И я пишу часто, кстати, такое. Меня приходят, просят, типа, давай нам для рекламы какой-нибудь трек такой модненький, электронный. И вот, получается, что это на самом деле-то и не экспериментально, а не очень. Вот, поэтому, ну, да, конечно, так сложилось, что я всегда слушал именно вот эту музыку такого, такого стиля, да. Вот, всяких там IDM, AFIX TV, Now Taker, Be Real, вот это все, электронщину английскую, конкретно, да, UK, там всякий стилек, дабстеп любил всегда, вот это, драмбэйс. А теперь, ну, драмбэйс, это как ты считаешь, это обычный жанр или экспериментальный какой-то? Ну, в рамках электронной музыки уже, наверное, не экспериментальный. Ну, да, наверное, прям обычные просто люди, вот те, которые родились недавно, они просто для них это просто музыка и все. Да, хотя тот же дабстеп, мне кажется, вот в классическом виде, это до сих пор достаточно экспериментальная история. А, в том виде, ну, да, такой более пустой, более басовый, медленный, да, да. Какой-то не особо динамичный, то есть вот такой. Ну, да, ну, а есть вот такая, да, а вот из этого всего собралась некая, ну, некая такая, как сказать, такая усредненная электронная музыка, то, что называется EDM, да? Да. И вот он все собрал, чуть-чуть драмбэйс, чуть-чуть там джангл, какой-то рейв туда, дабстеп туда, и вот все, и вот такая усредненная музыка, она типа появляется. Тоже прикольно, да, она хорошо работает в клубе, на танцполах, но мне хочется какую-то свою делать, поэтому я, ну, типа, меня куда-то уносят какие-то свои. И причем у меня очень много жанров, которые я люблю сам и делать, и слушать, и поэтому у меня сложно определить, типа, а какой стиль он пишет. Ну, какой-то электронщина всякая. На одном альбоме, вот, допустим, все есть. Вот я писал у меня альбом, последний, который я сделал, называется 99%. У него, там я специально хотел сделать, типа, ну, даже название с таким приколом, что это практически 100%. Ну, типа, чуть-чуть не идеально, но уже чуть-чуть прям не хватило, да, какого-то там вышка топ. Вот, и в плане того, что все стили, которые я люблю, и в которых я умею писать, я постарался запихнуть. То есть там и Ambient есть, и там и Jungle, драма бэйс с брейкором немножко. Есть ровные треки, абсолютно, там, с бочкой спокойные, хаосные, техно какие-то, танцпольные. Вот, есть экспериментальные, разные. Но их, кстати, в топе, скорее всего, практически их нету, потому что в топ попадают все-таки то, что, ну, чаще, за года прослушивания, да, скорее всего. Вот, ну, не знаю, я не смотрел топ, надо посмотреть, что там есть. На первом месте там ремикс на трек Хаски. А, ну, кстати, он вроде как экспериментальный, с другой стороны, нет, там очень простой бит, такой чисто Industrial Techno фигачит. Не, ну, я могу сказать, для массового слушателя, он точно экспериментальный. Точно, да, мы даже клип, кстати, сняли. Ну, вот мы хотели как раз так сделать, то есть мы собрались такие, думали, а что сделать, какой трек? Я его попросил, ты можешь мне начитать бит? Я делаю, типа, альбом с рэперами, и мне каждый кто-нибудь что-нибудь начитает, а я потом это вставлю, как будет такой, знаешь, наоборот, никогда у рэпера разные электронщики на фитах, а наоборот, у электронщика разные рэпера, фразы какие-то там дочитывает. И он такой, типа, давай просто начитаю, типа, один и тот же текст, бла-бла-бла. И я такой подумал, слушай, а это интересно, ну, типа, это же такая, ну, как сказать, такой минимализм, рэп-минимализм, где вместо текста просто одно слово. Такое, типа, знаешь, ну да, это эксперимент, по сути, ты прав. То есть, как бы, такое препарирование современной музыки на какой-то необычный свой лад. Потому что я лично всегда стараюсь и в музыке, и в искусстве делать то, что, как бы, никто не делал. Как минимум попытаться то, чего еще я не слышал. Ну, типа, чтобы оно отличалось, да. Иначе зачем вот просто все клонировать бесконечно. Вот, поэтому либо смешиваю какие-то жанры, и у меня вроде как другого что-то получается. Либо вот таким образом. То есть, такой рэп-трек, где всего лишь одно слово. И не рэп, бит даже. И ближе к финалу. Электронная музыка, особенно вот такая, ну, на мой взгляд, экспериментальная, на твоем взгляд, не очень, это все-таки способ самовыражения, способ самовыражения, или это реально может быть бизнесом, может быть то, что тебе будет кормить, будет носить деньги. Реально ли сейчас, в 24-м году, электронному музыканту, который пишет мне самую простую музыку, с этого достаточно зарабатывать? Или это все равно какая-то параллельно должна быть с чем-то история? Ну, когда я начинал, я параллельно работал всегда, да. Я работал на работе в студиях, там, разных рекламных. И параллельно писал музыку. Сейчас, наверное, будет чуть-чуть полегче, потому что, да, можно типа завируситься. Ну, то есть, это не гарантия, но может, да. То есть, даже какой-то странный трек, он, скорее всего, может залететь в Reels, да, согласись. Бывает такое. Но лучше, конечно, наверное, если прям зарабатывать, я думаю, что лучше, ну, писать то, что другие массовые слушатели будут понимать, вот. Либо писать и то, и другое. То есть, если именно есть цель заработать. У меня просто не было никакой тогда такой цели. Ее и сейчас нету. Была цель просто, ну, кайфовать от процесса, и чтобы люди, которые вокруг собираются, тоже давали обратную связь, типа, да, круто, вот. Пришли на вечеринку, послушали, там, скачали альбом, оставили комменты. Где-то про него рассказали, где-то запостили, да. Поговорили на подкасте. То есть, сам процесс. Вот, смотрите, я создал. И такие, ого, прикол. И все. То есть, ну, я всегда работал, как раз раньше у меня так и было, я работал, чтобы у меня деньги были на жизнь где-то, на коммерцию, да. Ну, рисовал сначала рекламу, 3D, а потом музыку тоже. А параллельно делал вот свое абсолютно, что я хочу, без оглядки, она там продастся, не продастся. А ни разу в моей жизни не было ситуации, кто-то такой сел, блин, надо что-то вот сделать коммерческое, типа. Своё нет. А имеется в виду, что, ну, надо сделать коммерческое, надо найти клиента, которому это надо, ну, допустим, для рекламы. Вот. Не-не, такого не было, чтобы, типа, свою музыку, ты имеешь в виду, да, закоммерциализировать, не было такого желания, потому что... Ну, мне это неинтересно будет именно. Понимаешь, лучше сделать так, чтобы такая музыка, как я делаю, стала приносить доход в будущем. Ну, в принципе, на это, видимо, и был расчет. А не то, чтобы... Ну, короче, чтобы то, что ты называешь коммерческую, а чтобы оно стало таким, как делаю я. Вот и все. И все просто. Тогда не надо меняться. Удобно. Да-да-да. Алексей, спасибо большое за классную, интересную беседу от твоего времени. Спасибо тебе. Друзья, пока. Субтитры сделал DimaTorzok